Затем, то есть у нас уже следующая глава, а это Микканский перевод. То, как приносили вред и страдания многобожники пророку, а также его сподвижнику. Говорит шейх Хейтам здесь. То есть когда многобожники увидели и поняли правдивость призыва пророка, и что люди, то есть есть вокруг него, они начали причинять им много и много вреда. И из этого вреда, который они причиняли, то есть разновидность, это, например, То есть то, что они сообщали, говорили о нем, что он является колдуном, чтобы отвратить людей от него. Затем они говорили о нем, что он является, то есть одержимым, хорошо, то есть ненормальным, чтобы люди считали, то есть не считали с ним. Затем также говорили они о нем, что он лжец. И это все можно опровергнуть тем, что он сам был до пророчества известен среди них, как Аль-Амин, самый надежный, самый честный, хорошо. Также Аль-Сухрия Тубеги, салалу алейсаляму, вимаджа Абиги, то есть и так, что они высмеивали его и то, с чем он пришел. Затем Итарат Ушшаза Боддалла, Итаджа Ан-Набию, алейсалалату асалам, Лияту Ан-Наса, Лият Суддуху Ман-Истима Аль-Вахи, Вам-Ай-Я-Тиби-Иминал-Хак. То, что они, то есть создавали много шума, суеты, когда пророк, алейсалалату асалам, приходил к людям, чтобы призывать его, призывать, точнее, их, чтобы, то есть, люди не слушали их, то есть, отвернулись от них. Как это рассказывается, субханаллах, что как-то шейх Абдуразакр Бодр и шейх Суалих Ас-Сухайми отправились в одну местность в Саудии для Дауры, и эта местность и эта мечеть была известна, что она, то есть, ею владели, то есть, приверженцы секты Ихвана Мусульмина. Когда они туда пришли, что они сделали? Выключили свет и начали бегать и кричать в этой мечети. Аллаху Акбару, субханаллах, Аллаху Мусульмина. То есть, уподобились полностью многобожникам во время пророка Алисалату асалам. То есть, то же самое, что делали они, кричали, пели и так далее, и тому подобное, лишь бы люди не слушали пророка Алисалату асалам. Даже более того, как это делал Абу Ляхаб или же кто-то другой, когда пророк Алисалату асалам отправлялся к кому-то, чтобы призвать его, после него отправлял ему певиц. Певиц, которые пели и танцевали ему, чтобы человек забывал то, с чем пришел посланник Алисалату асалам, и оставался на этом. И это, братья, также указано на то, что музыка заставляет человека забывать Кур'ан и Сунду. Аллаху Мусульмина. Потому что он думает уже об этом хорошо. То есть, как говорил Ибн Аль-Таим, что мы видели этих людей, которые любили, любили музыку, когда они были на смертном адре, и все говорили им, скажи «Ла Иляхе Ла Ла», не в Аллахе, не могли они сказать ничего, кроме «Та-Та-Та-Та-Та-Та-Та-Та». То есть, и умирали они, субханаллах, последние слова их были. То есть, ритмы музыки, которые они слушали. «Истикбалю ман ата мин хариджи макка лил умрау и хаджи, то есть, те, кто приезжали в Мекку, хорошо, то есть, извне, для умра или для хаджа, они встречали их и сразу предостерегали от пророка, алей-саляту ассалям. Также, то есть, они причиняли непосредственно ему самому страдание. Хорошо, то есть, как, например, это делал Укба ибн Абимуаид, хорошо, когда он один раз своей одеждой, одежкой начал душить его, хорошо, то есть, пока не убрал от него его Абу-Баккар. И также, как-то раз, он бросил на него внутренности верблюда, который с него убрала его дочка Фатима. «Также, мухавалят у катли, салаллаху алей-салям, из араду аля аммихи аби-талибин, ан юбаддилюху и я, наам, би Аймарата бниль-Валиду, а ягтолюху, а араду катляху кедалика аинда ирады ирады, салаллаху алей-салям, аль-хиджра». То есть, также они пытались убить пророка Ассаллаху аль-саляму. Предлагали они его дяде Абу-Талибу поменять его Ассаляму на человека, то есть, другого, которого звали Аймара ибну сервера. Хорошо, то есть, мы тебе дадим, сказали они, его вместо Мухаммада, дай нам Мухаммада, мы тебе дадим этого, он намного лучше него, а убьем мы твоего племянника. И также они хотели его убить, когда пророк Ассалям собирался отправиться в Хиджу, переселение сделал. Также то, что как они сильно мучили верующих мусульман, которые веровали в Аллах, и последовали за посланником его, как они клали раскаленный камень, выводя в пустыню Беляля, хорошо, то есть выводили его, клали на него раскаленный камень, хорошо, то есть мучили его, также мучили семейство Яси, хорошо, то есть его, его жену, также их сына Аммара, хорошо, даже в итоге убили их, кроме Аммара, и других, то есть мусульман, как сильно они мучили и приносили им страдания. Субханаллах, вместе с этим они не отреклись от своей веры. Затем, после того, как... То есть когда мусульман стало больше, и неверующие уже начали чувствовать опаску, они начали еще больше и больше мучить и испытывать их, то есть приносить им какой-то вред. Пророк, алейхиссалату ассалам, разрешил им отправиться в Эфиопию. И он сказал, алейхиссалату ассалам, то есть в первом переселении отправилось сколько? То есть 12 мужчин и 4 женщины. Из них Утман ибн Аффан, и он первый отправился, и вместе с ним была его жена, дочь посланника Аллаху, и они прекрасно жили в Эфиопии, то есть их никто не мучил, не досаждал им. И когда до них дошел неправдивое сообщение, то есть ложное сообщение дошло до них, что курайшиты приняли ислам, они пытались вернуться в Мекку. И тогда, когда они услышали о том, что это ложь, то есть вернулись некоторые из них, и некоторые из них зашли, и, субханаллах, курайшиты мучили их еще больше, чем там, то есть мучили остальных, или же мучили их раньше. И из тех, кто вернулся в Мекку, был Абдуллах ибн Масуд, радаиллаху ам. Второе переселение. То есть во втором же переселении 83 мужчины, и было, то есть также, 18 женщин. То есть они в прекрасном положении были у, то есть не гус, по-русски говорят, то есть это правители Эфиопии. И когда курайшиты узнали о том, что мусульман хорошо встретили, никто им, то есть не досаждают там и так далее, они отправили двоих из своих грамотных, это Амр ибн Аз, который на тот момент еще не был мусульманином, и также Абдулла ибн Абирабиа, то есть с людьми некоторыми, для того, чтобы они оболгали их, и вернули их от Наджащи, но, аль-хамдул-ля, Всевышний Аллах, субханаху ва-та-аля, защитил их. Также, то есть из того, что произошло, хорошо, то есть в Мекке, это Исламу Хамзу и Умар, то есть то, как приняли Ислам Хамза, дядя пророка, и Умар, который был один из самых сильных врагов пророка, ибн Абдул-Мутталиб, то есть дядя его, которого называли самым сильным Курайшитом, то есть и он, то есть через него, то есть пророка, можно сказать, окреп, то есть окреп Ислам, потому что такой великий человек принял Ислам, сильный, будет поддерживать пророка, аль-хамдул-Мутталиб. Более того, субханаху историю очень интересна, то есть он принял Ислам из-за чего? Из-за рода своего. Да, из-за рода своего, то есть он увидел, как Абу Джахль, который не был хашимитом, хорошо то, что он как-то досаждал пророка, али-сарату ассалам и так далее, что он подошел и ударил его сильно. И он говорит, ты говоришь так-то, так-то и делаешь что-то, то-то моему племяннику в то время, как я на его религии. И все испугались, когда он сказал это, то есть ты на его, то есть ты самый сильный и скорый, что это самый великий из нас, и ты принял эту религию, и Хамза понял, что сказал только, когда вернулся домой, хорошо? Ну то есть он был мужчиной, то есть если я сказал слово, то все уже, халас, то есть обратно я не вернусь с этого и пришел к посланнику али-сарату ассалам и засвидетельствовал и Субханаллах воздаянием от Всевышнего Аллаха Субханаллах было ему тем, что он стал господином всех шахидов Субханаллах. Поэтому Вахша, который убил его, сказал, говорит, говорит, я убил лучшего из мусульман и убил худшего из тех, кто был после ислама. Убил он кого? Хамзу, когда был неверующим, затем, когда уверовал, он убил, хорошо воздал, кого? Кадзаба, лжеца он убил, Мусейлима Аль Кадзаб, его не называют Мусейлима, он Мусейлима Аль Кадзаб, и по-другому у него нет имени, он Мусейлима лжец, и неизвестен он никак, кроме как лжецом, Субханаллах, и этого лжеца убил, вахши. Джазаху Аллаху Хейран, Аннау Алилислах. Фума Аслама Умар Абнольхаттаб, Бибаракатидуаин Набии, Салла Аллаху Алисалам, Фатакаввальму Амину Набихима, Умтана Амин Курайш. И потом принял ислам, также Умар Абнольхаттаб, по причине мольбы посланника, Алиссалату Ассалам, и верующие обрели силу, когда они вдвоем приняли ислам, и как говорил Абдулла Абнольд Масуд, с тех пор, как принял ислам Умар Абнольхаттаб, эта религия шла только вверх. Субханалла. Удивительно, братья положение человека, чье описание подобное. То есть вся религия, все эти люди, которые боялись всего, не могли, то есть спрятались где-то. Хорошо, то есть только принял ислам один человек, и тогда они начали молиться рядом с Каабой, не бояться уже. Почему? Потому что Умар мусульманин. А попробуй что-нибудь скажи нам, и будет тебе Умар, а затем еще и Хамзан. Затем, то есть история известная, это Шиаб Аби Талиб, как они отправились, то есть, или же можно сказать, спасались за Абу Талибом. Иштадда Ада Курайшин для Расули Ла Ни Салаллаху Али Салам, фахасаруху Ахля бейти и фи Шиаби Аби Талибин Таляха Синин. Когда, то есть, начали Курайшиты еще хуже относиться к Пророку, алей салату асалам, они, то есть, можно сказать, то есть, да, блокаду, да, или как это назвать, то есть, они окружили бойкот, блокада и так далее, то есть, они сделали так, чтобы никто к ним не подходил, ни к нему, ни к его семейству, то есть, они были у Абу Талиба, хорошо, то есть, спрятались там, и, то есть, никто не мог им не кушать, дать ничего, субханаллах, что даже приходит, что они кушали листики. В это время родился Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху Амма, фаналил куфару, минху, салаллаху алей салам, азаншадидан, то есть, его очень сильно досаждали, неверующие в то время, пророку, алей салату асалам, вахарджа минал хасры, валяху тисун, варбауна сэна, то есть, он вышел из этой, можно сказать, блокады, когда ему было 49 лет. Затем умер Абу Талиб и Хадиджа, ради Аллаху Амма, ва баададали, ка би ашхурин мата аммуху Абу Талиб, валяху сэб'уму тхамануна сэна, то есть, умер, затем, то есть, через несколько месяцев после этой блокады, и так далее, когда и так было все, то есть, трудно, умер еще и дядя, который защищал его посланника, алей салату асалам, когда, то есть, ему было 8-7 лет, то есть, дядя его. Фума матат Хадиджа, то ради Аллаху Амма, баададали, ка би асир, потом, через очень малое время, умерла еще и жена его, Хадиджа, фаштадда азаль куфариля, то есть, и неверующие начали еще больше и больше досаждать ему. Затем он отправился в Таев, надеясь найти, хорошо, то есть, поддержку, хотя бы там, после того, как в Мекке ему досаждали, так умер его дядя, умерла его жена, ради Аллаху Амма, Хараджа, салаллаху алей салям, иля Таев, Затем они вместе с Зайдом и Бнухаритой отправились в Таев, призывая к Аллаху, субханаху атаалле, и несколько дней они были там, и никто ему не ответил на его призыв. То есть, они принесли ему много вреда, и выгнали его, и они забросали его камнями, что даже его пятки покрылись кровью, и от них вернулся посланникам, в Мекку, и зашел он под опекой Мутрима ибн Ади, то есть зашел он в Мекку. Затем, когда он возвращался, он встретил человека, которого звали Аддас, христианин один, и он уверовал в него, в любом случае увидел, как дерево склоняется к нему, и так далее, то есть увидел все виды, или же все знамения пророчества в нем, и уверовал в него. Затем, и из того, что Всевышний Аллах, не спасал успокоением для пророка, что когда некоторые люди выгнали его из Мекки, когда он отправился в Таиф, в Таифе также никто не уверовал в него, хорошо, то есть настолько сильно досаждали ему, и так далее, когда уже человек может, хорошо, начать, то есть падать духом, хорошо, то есть и посланник, алейхи саляту, естественно, не такого, но вместе с этим, хорошо, Всевышний Аллах, субханаху, и так далее, предопределил то, что когда он молился, молитву Фаджар, пришли к нему некоторые джинны, послушать Кур'ан, то есть услышали, точнее, Кур'ан, и начали слушать, то есть и когда пророк, алейхи саляту, возвращался в местности, которая называется, Вади Нахля, то есть долина Нахля, к нему, то есть пришли несколько джиннов, Аллаху Алим, говорит, семья, хорошо, то есть из племени Насиби, Аллаху Алим, то есть в любом случае, они приняли Кур'ан, точнее, они приняли Ислам и слушали Кур'ан, и так далее, то есть до конца аятов, и также сурал джинн, вся эта, то есть говорится об этом, то есть когда мы послали тебе некоторых джиннов, которые услышали Кур'ан и сказали, молчите и слушайте, и так далее, затем было, то есть известное событие, это Алисрау Аль Ми'радж, то есть перенос ночной пророка, Алисарат Алисалам, а также вознесение его, и так братья всегда говорят, Агля Сунна, Агля Сунна говорят о том, что и так же затем, был ночной перенос, а также вознесение его, как телом, так и душой, не как говорят некоторые, что только душа была перенесена, там и так далее, и так подобное, нет, Посланник сам и тело его и душа был перенесен в мечеть Аль-Акса из мечети Аль-Харам И также был перенесен куда? На седьмое небо, то есть возвышен на седьмое небо То есть и тогда также он телом и душой был отправлен над седьмым небом Как Аллах говорил с ним и обязал его совершением молитв Обязательно Затем, то есть история Аль-Ардуху Салалаллаху Алейсаламу Аляль-Кабаэль То, как посланник Алейсалату Ассалам предлагал Ислам некоторым племенам Акама Салаллаху Алейсаламу Алейсаламу Аль-Макка Ма Акама Яд'уу Ман'а Акама Яд'уу Аль-Кабаэль Аль-Аллах То есть после этого какое-то время пророк Алейсалату Ассалам находился в Мекке И призывал племена к Исламу И каждым, кто приходил в хадж и так далее, он говорил, что если вы меня примете и защитите Хорошо, я бы доносил бы слово Господа, то есть слово Аллаха Субхану Аль-Алла И за это воздаяние было бы для вас, то есть вход в рай То есть никто ему не отвечал И Всевышний Аллах Субхану Аль-Алла Сделал это для чего? Для того, чтобы То есть эту великую То есть ношу взяли на себя кто? Ансар, мединцы То есть он увидел То есть как так-то раз То есть Аллах Субхан Аль-Алла Предопределил, что он То есть пришел к шестерым из них То есть они ответили Аллаху, его посланнику И тогда эти шестеры вернулись в Медину И призывали свой народ к Исламу То есть до тех пор, пока он не распространился среди них Таким образом, что не осталось ни одного бы дома из числа домов ансаров Кроме как там упоминалось имя, то есть посланника Аль-Алла То есть его хадисы, а также Кур'ан И затем, последнее в Мекке, это что? То есть Хорошо, то есть это Бай'а, то есть присяга Две присяги, которые назывались как? Бай'а туль-Акаба Называются Бай'а туль-Акаба То есть две присяги, хорошо То есть которые были даны То есть местности Аль-Акаба с ансарами Первое То есть в следующем году В Мекку пришли 12 человек из числа ансаров И пятеро из них из той шестерки, которая была Хорошо, то есть в прошлом году Пришла к Пророку Али-Ассарату Ассалам И остальные семеро были То есть из числа тех, кого они призвали к Исламу И те ответы То есть они То есть присягнули Пророку Али-Ассалату Ассалам Тем, чем То есть То есть той присягой, которая То есть говорится о женщинах в суре Аль-Мумтахина То есть в последнем аяте Или же в последних аятах Точнее не в последних аятах В последних, то есть в предпоследнем аяте Да Затем они отправились в Медину Клузе на эти аяты Суре Аль-Мумтахина Ма лакум латантикун Я Ева Неби, удачааака Удачааака Убайянака Аля-Ан Ла юшрикна биллэхи шэйа Ула юшрикна, улла язнина Улла ятин бибухтан Улла яфтарин хум Бен айдихин Улла ягтол на уладах То есть, и так далее. То есть, если они приходят, тебе женщины, которые дают тебе присягу на то, что они не будут предавать Аллаху, не будут убивать своих детей, лгать и так далее, то есть, возводить ложь, воровать и так далее, и так далее, то тогда дай им присягу и так далее. В любом случае. Второе, вторая присяга. То есть, уже в следующем году, после этого, пришли 73 мужчины и 2 женщины. То есть, и они, то есть, из числа, то есть, или же они называются, то есть, тем, кто, то есть, присягнули последней присягой, Акеба, точнее. И они дали присягу посланнику Аллаха, что они будут его защищать таким образом, как они защищают своих жен, своих детей и самих себя. То есть, и тогда он отправился со своими сподвижниками к ним. И из них пророк, алейсалату ассалам, выбрал, то есть, 12 предводителей. Хорошо, то есть, Аллаху Аля, то есть, из числа этих ансаров. Это, ва саллаху Аля, Набина Мухаммад, ва аля алии и асхаби и аджмаин. Ва чазаку Аллаху Хайра.